Люди, всем привет из Сочи! Сегодня 19 января 2021 года. Всех поздравляю с крещением. Не рекомендую сегодня делать много ставок. Выберите только какие-то избранные, скажем так, матчи, где вы будете уверены. Я, например, выбрал такой матч. Это матч с Севили. Сегодня будет вечером играть. Там у меня есть четкая установка. Кто хочет узнать железобетонный прогноз на этот матч, уступайте ко мне в группу и получите эту ставку бесплатно. Сегодня футбол разобрал, ролик залит. Итак, поехали в Томбилист СКА. Первый матч. Четыре матча начинаются одновременно. Сегодня очень много матчей. И попытаемся их разобрать в течение 20 минут. Вчера был выходной в КХЛ почему-то, не знаю почему. СКА у нас проиграл последнюю игру ЦСКА. 3-1, как бы, ожидаемо. Автомобилист набрал ход. Четыре победы подряд у автомобилиста. По-моему, там доиграет Паша Дацук. Наш вечно зеленый, неунывающий, сорокалетний. Ну, он уроженец тех мест. Здесь, как бы, мнения букмекеров разделились. Кто выиграет, кто проиграет. Поэтому нам придется здесь гадать. Исходя из того, что обе команды играли 17-го числа января, то есть позавчера. И СКА проводит вторую игру подряд на выезде. Автомобилист со СКА играет. На обе забьют полтора больше, на вообще на тотал больше. Я думаю, что в этой игре должно быть больше четырех голов. И вот в пяти последних матчах между этими соперниками Автомобилист выиграл два раза и даже три раза. И, в общем, преимущество на стороне автомобилиста, как ни странно. Последняя игра Автомобилист выиграл 5-2. Перед этим был 0-6 СКА. Выиграл 8-го января почему-то. Ну, вот так вот получилось. 4-3. Вот был такой еще 2-2. 4-2. Итак, в этом матче 4 гола больше будет. И я напомню, что Автомобилист в пяти последних проиграл им только один раз. Но до этого было поражение также. Вот 1-5 СКА выиграл. 4-6 СКА, 5-6 СКА, 1. То есть была такая полоса. 1-2-3-4-5-6-7 побед подряд СКА было. Ну, это было начиная с 9-го года. И закончилось это попе в 14-м году. То есть 5 лет автомобилист не мог обыграть СКА. И потом пошло. 15-й, 16-й, 17-й год. Автомобилист побеждал. Вот таким вот образом. Да, ну вот что смотрим по коэффициентам. Да, букмекеры не видят, не знают. И я тоже. Не знаю, кто тут победит, кто проиграет. Я думаю, просто 4 гола больше. Значит, обе забьют 1,5 больше. Скорее всего. Обе забьют на 30-ю минуту. Вот какие-то такие моменты. Металлург, локомотив. Значит, сразу скажу, что экспрессы у нас будут в группе сегодня. И несколько вариантов будет ставок по разным командам. Вступайте в группу. Пока есть время, пока есть места. Пока 250 рублей. Стоит с февраля будет 300. Цена будет повышаться. Потому что мест все меньше и меньше. Я напомню, в WhatsApp всего 250 мест. У меня пока 123. До пандемии было 180-185. Потом началась пандемия. И мы упали до 80, по-моему. Но потом все равно восстановились. Итак, металлург, магнитогорск, локомотив. В этом противостоянии небольшое преимущество металлурга. Он играет дома. Он один день больше отдыхал. Металлург в пяти последних 4 победы. Локомотив в пяти последних 3 победы. Металлург дома в пяти последних 4 победы. В общем, в семи последних 6 побед. Проиграл только автомобилисту 0-4. Почему-то странно. Ну, взяли, проиграли. 13 декабря. С локомотивом дома играет так. 5-3, 3-2, 4-1, 2-1, 4-1. То есть все пять матчей металлург выиграл. Поэтому здесь мы пишем автомобилист СКА. Больше четырех. Металлург. Локомотив. Я думаю, что просто 1Х. Учитывая, что локомотив все-таки в гостях и меньше отдыхали. Не буду лезть тут по таблице, разбираться. Здесь, мне кажется, более-менее все очевидно. Можно заиграть... Может быть, какая-то фора плюс один на металлург. Но я думаю, что просто не должен проигрывать. Салават, Юлайф, Северсталь. Салават тоже может очудить. Команда такая непонятная с мотивацией. Так, пошли какие-то сообщения у меня. Значит, 16-го играл Салават. Вот проиграл просто таки металлургу. Салават в последних играх забивает 2 и более голу в каждом. 2, 3, 4. Но три игры сыграл на выезде. И теперь возвращается домой с командировки. Неожиданно. И будут братьячики. То есть, команда вернулась с командировки. Не всегда получается у них выигрывать дома после командировки. Но с Северсталью играют они так. 2-1, 3-1, 3-2, 0-2, 3-2. Итак, Салават, значит, тотал меньше 5. В идеале и 1х как бы не проиграет. То есть, он в пяти последних ни разу не проиграл. Ну, один распроиграл 0,2, но это было давно и неправда. 18 сентября 2017 года. Значит, 1х и тотал 5,5 меньше. Сколько дают на Салават на 5,5 меньше? Прекрасный коэффициент. Рубль 80 дают. О, ребят. Тут можно взять и 6 меньше. Вот, 6 меньше. Вот так вот, меньше 6. Отличный, прекрасный коэффициент. Значит, трактор Авангард. Значит, у нас Челебинск играет с Омском. Трактор крепенький такой. Крепенький, крепенький у нас. Трактористы с Авангардистами. Играют они, значит, так между собой. 1-5 Авангард. Последнюю игру в гостях выиграл в Челябинске. Потом было, значит, отматывая назад 1-1. Трактор дополнительно хлопнул 5-2, 3-1, 3-1. Значит, здесь как вот это трактуется? Это трактуется таким образом, что Авангард в последней игре в Челябинске их выиграл. Выиграл у них в 19-м году. Следовательно, трактор это все помнит. Авангард тоже. Трактор здесь не проиграет. Потому что он должен отомстить. Но мы смотрим последнюю игру на поле Авангарда. 5-3 также Авангард выиграл. Таким образом, Авангард у них две последних игры выиграл. И в Челябинске, и у себя. В Омске или в Балашке где-нибудь там играют. 1-5, 5-3. То есть забивая под... Значит, вот таким вот. Но трактор тоже перед тем, как проиграть все дома, обыграл их в Омске 1-3. И, в общем-то, у них тут такое противостояние. Они 2-2, 1-1. Они обмениваются любезностями. Значит, трактор... Трактор 1-x. Вот так вот. То есть не проиграет. Хотя букмекеры склоняются в сторону Авангарда здесь. Вот. Но мы еще не заглядывали с вами в таблицу, кому что нужно, да? По таблице, в общем-то, трактору нужнее, потому что Авангард, он очень хорошо себя чувствует на втором месте. Восточной конференции. Трактор идет на шестом. Снизу подпирает Торпеды и Борыс. При этом, наверное, трактор будет. Не наверное, а 100% уже будет. Он в восьмерке. Но ему надо посеяться хорошо. Потому что занять восьмое место, значит, которое сейчас Борыс занимает, это значит, трактор будет играть с Акбарсом. А не хотелось бы. А так он попадает на Салват Юлайф, и там есть какой-то шанс. Вот это уже начинаются такие расклады предварительные по поводу плей-офф Кубка Гагарина. Значит, поэтому трактор, я думаю, что имеет здесь хорошие шансы на то, чтобы не проиграть. Не проиграть, а отомстить этому несчастному Авангарду. Но смотрим, кто когда играл. 17-го числа обе команды играли. Трактор обыграл Локомотив 4-0. Витязь обыграл 2-1. То есть две победы дома. Ну, третья победа дома, может быть, будет не совсем уместно. Но, понимаете, Авангард три игры последние проиграл. Для него тоже, пожалуй, будет три поражения слишком многовато. Здесь высокая вероятность ничей в этом матче. Потому что две серии встречаются. Одна победная, другая пораженческая. И как бы должны обе закончить эти серии. Итак, Акбарс, Динамарига. С одной стороны, все здесь понятно. С другой стороны, возможны варианты. Потому что Акбарс дает рубль 22. У Риги нет никаких шансов на спасение. То есть они... В принципе, им спасаться не нужно. Они никуда не вылетают. Они идут на последнем месте. Вообще, из всех 23 команд КХЛ меньше всех очков рижане набрали. Они отделились от Советского Союза и сразу они в глубоком кризисе. Когда же был Советский Союз, они и ЦСКА обыгрывали, и Тихонов их тренировал. Но это совсем другая история. Акбарс идет на первом месте, и на последнем. Что тут заигрывать? Что здесь можно заиграть? Счета такие 2-0, 2-1, 7-2, 2-1, 1-2. Как ни странно, два раза не сыграли ничью с ними в 2018-2016 году. Один был товарищеский матч. Динамо Рига меньше двух голов здесь. Но там какие-то копейки будут давать. И здесь, наверное, знаете, что Акбарс с форой минус один. Вот как-то так. Рубль 26 дают на Акбарс. Я думаю, что Акбарс уж не должен им проигрывать. Форой минус один. Хотя все бывает в этой жизни. Все бывает. Акбарсу ничего не нужно. Обе команды играли 17-го числа. Вот Акбарс, смотрите, в эконом-режиме обыгрывает. Авангард 3-1, Торпеда 2-0. С небольшим счетом, с небольшим. Борис в гостях 4-2 повержен. То есть три победы подряд. У Риги пять поражений подряд. Да, наверное, даже больше. Если отмотать. Да, пять поражений. До этого было две победы. Обыграла Рига Спартак и Динамаска. Москвичей они обыграли, чтобы латыши порадовались. И потом пять поражений подряд. Акбарс это лидер. Я бы этот матч вообще пропустил. Может быть они выгодят крупно. Может быть в ничью скатают. Здесь это политика, понимаете. Латышам тоже за радость им подарить эти очки. Одно очко им подарить. И в овертайме, по булитам их хлопнуть. Чтобы все-таки это татары играть с латышами. Так по большому счету. Поэтому. Ну, хотите, берите победу Акбарса. Ну, за рубль двадцать это неинтересно. Кунь-Лунь, Амур. Вот это интересно, потому что это дальневосточное дерби. Хабаровско-китайское. Они довольно-таки часто играют между собой. Они недавно играли в Хабаровске. 14-го числа играл Кунь-Лунь. Значит, Амур играл с 17-го. Амур играл с Борисом. То есть у них выездная сессия пошла. Они сыграли в Астане. В Казахстане 17-го числа. И теперь прилетели, видимо, в Москву с Кунь-Луном. Кунь-Лунь, по-моему, в Балашхе у нас базируется. Играют они так. 2-4, вот Амур. 4-2, 4-2, 2-3, 3-1. То есть у них идет 5 больше. Обе полтора больше. Я думаю, что Кунь-Лунь здесь... Кунь-Лунь 1х и Total 3,5 больше. Хотя иногда Кунь-Лунь выкидывает фокусы. Но учитывая то, что последнюю игру все-таки Амур у них 24 ноября. Кунь-Лунь проиграл Амур на своем поле 2-4. Должен отомстить. То есть как бы два поражения подряд дома от Амура это вряд ли. Вот у них был такой момент. Вот Кунь-Лунь проиграл им 18 декабря 2018 года 2-3. Но следующий выиграл 4-2. Потом 5-4-2, потом эти 2-4. Вот поэтому думаю, что обе полтора больше. Смотрим коэффициенты. Совершенно здесь букмекеры не понимают, кто выиграет, кто проиграет. Опять же, высокая вероятность здесь и ничейки, возможно, какой-то. На 3,5 больше здесь будет просто рубль 15. Это очень мало. Поэтому Кунь-Лунь 1х, 3,5 больше. Как-то так. Я думаю, что Кунь-Лунь должен будет больше двух. Именно Кунь-Лунь должен больше двух забивать. Вот как-то так. Кунь-Лунь будет больше двух. Индивидуальный топол. Почему я пишу? Извините, потому что у меня длинные прогнозы. Потом пересматривать не то время. Торпеда нефтехимик. Здесь торпеда должно брать свое. Рубль 50 на это дают. Букмекеры с нами солидарны. Здесь, по-моему, все очевидно. У торпеда два поражения подряд на чужом поле. То есть они притормозили. Сыграли три матча подряд на чужом поле. Один выиграли у «Авангарда». И два проиграли. Динамо в Москве. Акбаршеву очень сильным командам. Лидером нашего чемпионата. И торпеда должна сейчас вернуться домой и выиграть. А у нефтехимика две победы подряд дома. То есть они должны поменяться местами. Сирии должны закончиться у обеих команд. У торпеда начнется светлая полоса. А у нефтехимика черная полоса. Но они так и играют. 5-1 торпеда, 3-0 торпеда, 2-2, 5-3, 4-2. То есть торпеда всю дорогу их обыгрывает. Вот поэтому торпеда здесь P1 за рубль 53. Я не вижу здесь тоже как бы большого счета. Хотя вот у них было 6 голов, 8 голов. Но я в тотал здесь не полезу. Мне кажется, здесь просто понятно, что торпеда должна забивать больше двух с половиной голов. Три гола и более. Вот как-то так. Витязь, Сибирь. Вот это Сибирь. Странная команда. Любит играть странные матчи. Непонятные. Непонятные. Витязь, или как их в народе называют, Витки. Команда такая, которая в гостях играет. Раньше, по крайней мере, играл неплохо. Сейчас Витязь настроился и дома очень хорошо выступает. В 10 последних домашних играх у Витязя только два поражения. Торпеда 2-3 и 1-5. И остальные матчи Витязь выиграл. Сибирь дома играет так вот. 3-2 в дополнительное. 3-4 Сибирь, 1-2 Сибирь, 2-2, 1-5. То есть Витязь у них не выиграет основное время. Ни разу в пяти последних матчах Витязь не смог обыграть Сибирь в основное время. Два раза была ничья. Шестой матч назад опять ничья. Опять Сибирь, Сибирь, Сибирь. Последняя победа была 10 лет назад. 18 февраля Витязь обыграл их 3-1. Коэффициенты здесь 2-20 на Витязь и 2-80 на Сибирь. Поэтому здесь... Так, Витязь, Витязь Сибирь. Здесь 2х или фора. Плюс 1 на Сибирь. И, видимо, тотал меньше какой-то у них должен быть. Так. Нет, в тотал я не полезу. И 7 голов бывает у них. Ну их нафиг. Итак, Юкерит Борес. Вот тут, конечно, финны играют с казахами. Мы знаем, что в составе Бориса там и финны играют или играли. Здесь склоняются на Юкерит. Юкерит играл 15-го. Отдохнули хорошо. Кстати говоря, я забыл вам сказать, что Витязь, по-моему, хорошо отдохнул перед Сибирью. Вот этот факт надо еще раз уточнить. Да нет, 16-го не играли, а Сибирь 17-го. Тут, в общем-то, небольшое преимущество есть у Витязя домашнее. Но Сибирь в гостях в 10 последних 5 побед, 5 поражений. В ничё только одну последнюю скатали. С Диана Москва. Ну вот Сибирь Борис обыграла в гостях. Дина Марига ЦСКА обыграла в гостях. То есть Сибирь такая, в общем-то, команда неприятная. Но может и хлопнуть этот несчастный бедный Витязь. Итак, Юкерит Борис здесь преимущество на стороне Юкерита. Юкерит играл 15-го января. Борис 17-го. Юкерит отдыхал 4 дня. Был обыгран Спартак в Москве Юкеритом. И потом они приехали домой в Финляндию. Юкерит последнюю игру Борису дома проиграл. 1-5 21 января 2020 года год назад. Перед этим также было поражение. 1-1, 2-2, 3-3. То есть Юкерит у Бориса не может выиграть 4 игры подряд. Неудобный соперник. С одной стороны должен отомстить, с другой стороны неудобный. Но и в Астане они играли 21-го октября. И также Борис не смог играть у Юкерита 4-4. То есть они обмениваются любезностями. Более того, Юкерит их обыграл в Астане. Правда, в 2019-м году 4-2. То есть это команды, которые любят друг друга обыгрывать в гостях. И тут, конечно, такая подоплёка. Да, это очень тяжёлый матч для разбора. На стороне Юкерита фактор своего поля. И то, что они на 2 дня больше отдохнули. Всё-таки Борис играл позавчера. Борис играл дома в Астане. Всё-таки Астана и Финляндия. Это далеко. Это надо лететь 6 часов на самолёте. Вот они прилетели, вот они устали. Да, они устали. Здесь Юкерит рубль 75, да, дают. Значит, Юкерит, учитывая, что они часто в ничью катают, Юкерит 1х. Пускай это будет рубль 30. Вот Бэтбон дает больше всех на Юкерит рубль 80. Пускай будет 1х, двойной шанс. Сочи-Динамо-Минск. Это дерби Путина и Лукашенко, потому что Сочи это фарм-клуб. СКА, Санкт-Петербург. Это все знают. Динамо-Минск это Лукашенко. У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею. Долго извиняли. Сейчас они контрибуцию заплатят. Арина Фазель приехала с Лукашенко, обнимался, целовался. У них прекрасные отношения. Лукашенко очень любит хоккей, но компенсацию заплатят. Поэтому Минск злой. Минск приедет злой и будет мстить Сочи за то, что у них отобрали. Почему здесь Сочи? Да ни при чем. Просто попал под горячую руку. Последняя игра была за Сочи 4-1. Было 5-4. 1-2. В общем, кто лез, кто под рова. То есть они играют, значит, то те, то эти выигрывают. Последние две игры Сочи у них выиграл. В Сочи 5-4-4-1. Но последняя игра была аж год назад, 3 декабря. 19-го года. Вот так вот. Но перед этим Минск три раза их обыграл. Ну, скажем так, не проиграл. И что-то, какая-то полоса у них такая вот пошла, что Сочи сейчас выигрывает. Коэффициенты тоже на Минск склоняются здесь. По таблице понятно, что Сочи ничего не светит. 31 очко 10-ое вместо Минска идет на шестом месте. Вот восьмерки. Опережая Северсталь и Спартак. Ну, понятно, что уже сформировалась эта восьмерка. Витязь туда не попадает. Вот, кстати, у Витязь за большая мотивация сегодня будет обыграть эту самую Сибирь. Очки им нужны, как воздух. Поэтому... А Сибирь, кстати говоря... По-моему, тоже где-то там болтается, да. На грани восьмерки. На грани жизни и смерти. Вот. Ну, это ладно. Сильно мы забалтывать не будем. Этот репортаж. У Сочи преимущество своего поля раз. Сочи на один день больше отдыхал. Это два. И последняя игра между ними была в Минске. Была не сейчас зафиксирована. 2-2. И вообще три последних игры они сыграли в Минске. Сочи их два раза обыграл. И один раз в овертеме. То есть Сочи в Минске им не проигрывает. Вот получается, что на протяжении пяти игр Сочи им не проигрывает. Давайте представим себе, что Сочи. Сочи 1х или фора. Фора на Сочи плюс один. Учитывая больший коэффициент 2,70. Проиграет в одну шайбу. Сочи тоже любит такие странные поражения. Вдруг ни с того ни с сего. Бац и проигрывают. Здесь опять высока вероятность ничейки. Потому что Лукашенко, Путин победила дружба. И команды сыграли. И поехали дальше себе. В 19.30 они играют. ЦСКА Спартак. Это гвоздь программы. Традиционно они играют в ничью. Катают. Делят очки. Потом в дополнительное время кто-то кого-то обыгрывает. Последние игры закончились в ничью. 10 ноября на поле ЦСКА 3-3. Перед этим на поле Спартака 2-2. 29 октября. Перед этим было 4-5. 2-2. То есть здесь в этом матче можно взять такую ставку. Ничья или победа одной из команд в одну шайбу. Ну это знаете как. Если вы не найдете такую ставку, то вы можете, например, поставить ничью за 4,50. Условно говоря. 4,80. И потом взять плюс 1 на кого-то. Например, на Спартак. Учитывая, что на Спартак дают пятерку на победу. Понимаете? Таким образом у вас оба коэффициента намного больше двойки, тройки. И одна из двух ставок у вас заходит, вы в плюсе. В любом случае. Вот. Ну давайте повнимательнее посмотрим. Все-таки смотрите, в чем дело у нас. У нас Спартак на два дня больше отдыхал. Они играли 15-го. У Спартака два поражения подряд. Это автомобилисты от Юйкерита. А у ЦСКА в пяти последних только одно поражение. В последних игр ЦСКА обыграл ЦСКА. Вот на нем-то он и надорвался. Я думаю, что здесь у Спартака есть хороший шанс зацепиться. Потому что, во-первых, Спартаку нужнее очки. И они отдыхали на два дня больше. Да и, в общем-то, неплохая статистика у Спартака. Знарок умеет настраивать своих игроков на такие принципиальные матчи. А это принципиальный матч. И вот больше одной шайбы они не проигрывают. Поэтому Спартак, Фура. Плюс один здесь. И учитывая все-таки, что Спартак стоит на грани жизни и смерти. А именно, восьмое место у него. И снизу Витязь. Спартаку надо брать эти очки. Витязь в это же время одновременно будет играть в Сибирь. И Спартак будет понимать, что Витязь может их догнать. Вот в чем дело. Поэтому Спартак должен брать хотя бы очко. Хотя бы очко должен брать. Вот, кстати, Сибирь, она не попадает пока что в восьмерку. Она Борисова. Но, наверное, и не попадет уже. Потому что у них, во-первых, и игр больше проведено. Они на 10 очков отстают от Торпедо, который конкурент. Борисов не конкурент. Борисов имеет на 3 игры меньше. И на 7 очков больше. Поэтому Сибирь практически лишается шансов на попадание в восьмерку. То есть им нужно выиграть все оставшиеся игры подряд. Но Витязь в Сибирь все-таки у меня стоит 2х и в хор плюс один. Поэтому вот такой вот обзор. И повторюсь, что вы можете вступить ко мне в группу. Сегодня есть еще время. Еще пока есть места. Пока у нас в группе есть свободные места. 250 рублей в ход. И в группе будет много-много-много-много вариантов разных. На разные матчи, двойники, тройники. Бесплатно. Очень много бесплатного. За деньги тоже можно сделать. Попросить меня, например. Или еще кого-то. Но обычно просят меня. Потому что вся коммерция в группе у нас под контролем. Вот. И значит регистрируйтесь по ссылке в комментариях. Получайте промокод. Заходите в Мелбет. Получайте огромный фрибет 19 тысяч. И его отыгрывайте в моей опять же группе. С помощью нашего коллективного разума. И нашего мозгового штурма. Вот и все. Поэтому прошу, если вам понравилось, поделиться ссылкой с моего канала. С вашими друзьями. И выходите ко мне. На связь со мной выходите. Пишите мне на WhatsApp. И ВКонтакте везде мы присутствуем. Да. Прошу прощения за немножко сумбурный такой. Я немножко приболел. Простыл. Я спал всего 5 часов сегодня. Но тем не менее я выхожу. Вот в 7 утра проснулся и записываю уже второе видео. И каждое видео по полчаса. Никто не разберет столько матчей, сколько я разбираю. По 10 матчей в одном эфире. Поэтому просьба поставить лайк. Всех жду. В гости. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok